Почему я взял сына на свои руки? Вопрос очень простой, потому что мы не первый год уже снимаем рыбные места. Но рыбные места, по-моему, это все не здесь. Рыбные места мы снимаем не в Магнитогорске, а в Агаповке. По одной простой причине. Как-то с рыбными местами в Магнитогорске все стало сложно. Но, тем не менее, сегодня, сейчас мы вам показываем замечательное рыбное место и вместе с вами продемонстрируем, как из клевого места становится место сногсшибательного. Потому что чем люди занимаются? Вот они занимаются рыбалкой. А чем остальные рыбаки занимаются? Я вообще не знаю, чем они занимаются, но это, по-моему, боковичок какой-то, что ли. И когда я своему сыну сказал, что мы сейчас пойдем, и сделал абсолютно практически бесплатный материал, он сказал, да-да-да-да-да-да, потому что он очень хочет вместе со мной порыбачить. Потому что я в этом же возрасте, в его возрасте, рыбачил. Правда, рыбачил я в Мендяке, ну, а у нас есть Урал. То, что мы вам сейчас покажем, процесс раскрутки. И это правило. Дешевая аренда, дешевые цены. И тут главное, дешевле, чем где-либо вы едите нормальную пищу. Во как! Давайте сочиним. Что мы можем есть? Край России – это край озер и рек. Я так понимаю, везде есть рыба. Просто надо ее выловить. Чем ловить? Да удочками, естественно. А где удочки и прикорм? В клевом месте, на Гагарина 20. Мы сюда пришли, да, вовнутрь зашли. Вы хотели бы, чтобы было всего и много. Но поверьте мне, для того, чтобы вы качественно сделали и пошли на рыбалку, по сути, ничего другого-то не надо. Хорошие лески здесь есть. Хорошие катушки здесь тоже есть. Есть недорогие, кстати, катушки. Есть и большие катушки, без разницы. Вот. Замечательное количество блесен и всех остальных фигнюшечек, которые туда-вниз опускаются. То есть это грузило, естественно. Если я вам сейчас начну это дело демонстрировать, вы поймете, что я тоже как бы, ну, рыбачок еще тот-то был. Но в свое-то время ничего и не было. Представляете, зашел ты куда-то и ничего-то и не купил. Были что-то такие? Были удочки из этого. Бамбук. Бамбук был. Китайский, естественно. Китайский бамбук. Вот. И больше ничего и не было. Это еще хорошо, что были удочки из бамбука. А так вот надо было что-то собирать. И у меня были также удочки и сделаны из черешни. Вот. Мы там брали. Они были кривые, естественно. Сегодня все абсолютно все по-другому, естественно. Замечательные удочки есть из замечательного углепластика вместе с... Там стоит такая штука. Углепластик замотан в стекло. Не стекло. Не помню, как это называется. Короче, вы эту штуку никогда не сломаете, по сути. Вот. Кроме всего прочего, надо понять, что есть в наличии. Кроме всего прочего, вот если бы вы захотели порыбачить, ну, если бы вы захотели порыбачить, куда вы пошли? Я предлагаю приехать сюда, на Гагарина 20, для того, чтобы понять, что здесь все, в принципе, в наличии есть. То есть, хотели бы вы тесто замесить, так оно уже есть рыболовное в порошке, содержит необходимые компоненты и ароматизаторы. То есть, это не простое тесто, понимаете, да? Бросили, и уже карасик к вам приклыл. Вот. Теперь о других вещах. Вот. Есть такая штука под названием опарыши. Не буду сейчас показывать, но вот они здесь находятся, да? То есть, это, знаешь, штука опарыши? Это когда мошки размножаются, то вот они делают следующим образом. Они выпускают опарыши. И вот они здесь есть. Естественный вариант. Тоже цена небольшая. Кстати, вот, сейчас покажу. Я ничего не буду делать. Да-да-да. Сейчас покажу опарыши. Хочешь посмотреть? Только так, смотри, я тебе так понемножечку покажу. Видишь, опарыши? Вот эти. После этого, правда, придется сольский, помните? Ну, а куда деваться? А куда деваться? Вот. Некоторые рыбки любят, что любят? Али, любят черей. Вот. Сейчас покажу вам червика. И опять придется руками. Смотрите, червик. Так, все это абсолютно недорого опарыши. 35 рублей, червь 50 рублей. Найдите где-то подешевле, если удастся. Ну, 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 ну. А, мы посмотрим. Вот. Ну, кроме всего прочего, я спросил у хозяина. Говорю, вот давай мы следующим макаром сделаем. Поедем с тобой на рыбалку, да? Я возьму вот эту штуку. Вот эту штуку. Вот эта штука стоит 40 рублей всего лишь. Сколько я наловлю? Так вот, хозяин мне сказал, что я спокойно могу налобить 2-3 килограмма. То есть, за 40 рублей 2-3 килограмма нормальной рыбы. А нормальная рыба дешево не стоит. Вообще, о каком кризисе мы можем говорить? Теперь про другое. Какова раскрутка? Да нет ее. Боковички, помните? Ну, чтобы жена булками двигала. Вот для них. Дохода не приносящая, но боковик. Грамотная раскрутка. И то место, где все по сути дешево. Дешевые удочки с Настей. Где это? На Гагарина 20. Почему ни один нормальный человек не пришел ко мне, и мы не сделали взаимозачетную схему? Я не знаю почему. Я не знаю почему. Наверное, по той же самой структуре, по которой вы не увидите в программе Автостоп ни одного автомобильного сюжета. В смысле, автомобилей там много, но так, чтобы продавали запасные части, вы чуть ни один не найдете. Есть несколько человек, которых я четко говорю знаю, и они работают. Все остальное, ой, простите, это вообще никак. В данном случае, я так понимаю, что люди занимаются работой, понимаете, да? То есть это не боковичок, не боковичок. Потому что такое случается, да? У человека очень много там финансов, и чтобы жена там чем-то занималась, он ей покупает 2-3 магазина, и она потихонечку начинает все это распинывать. Получается? Я не знаю, получается или нет. В данном конкретном случае мы покажем, как на Гагарина 20 мы продемонстрируем, как здесь будет все круто. И через месяц, через 2, через 3, вы поймете, что мне даже камеру негде будет поставить. Потому что, ну, аренда в действительности очень дешева. И цены, естественно, дешевы. По одной простой причине. Там, где низкая аренда, там дешевые цены. Отнайдите себе где-то что-то подобное. Так вот, вдруг у друзей не получится. И мысль, зачем затаривать магазин? Когда время наступит, на зиму будут одежды, палатки и, поверьте мне, удочки. Хотя для зимы удочки есть и сейчас. Но главное, это прикормка. Извините, поехать на рыбалку, вывернуть затертые мозги, как-то круче получается, а? А чтобы стало недорого, вот вам то самое место. Гагарина 20. Сейчас начну смеяться. Вот. Сын уже начал смеяться. Вот он здесь стоит. Сюда, садись. Вот это все мы видим где-где-где? По телевидению. Потому что есть определенные телевизионные каналы, которые, в принципе, вот так и показывают. Вот что-то на это... Я не знаю, как на это ловится. Да. Что такое? Что такое? Да. И он тоже не знает, как на это ловится. Но, тем не менее, придя сюда, мы все это дело вам продемонстрируем. Как на это дело можно поймать? Вот. Теперь, значит, вопрос. Про цены вопроса. Цены. Сейчас расскажу. 150 рублей за вот эту штучку. Это что-то какой-то перебор. Это вот то, что интернет вам вещает. Ну, 20... 25 это очень круто. Не знаю. В остальном 20 рублей. Да, 25 рублей. Еще поменьше. Вот. То, что за моей спиной. Это все для лета. Это блесенки. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Мне сейчас сделают спиннинг. Я потом сюда зайду. Мы возьмем несколько блесен. Представляете? И будем это все дело показать. Ребят, последний мой опыт общения на рыбалке был примерно... Сейчас скажу, когда. Ну, наверное, лет, наверное, почти 30 лет назад. Вот. Как-то там все было немножко по-другому. То есть, мы сегодня сейчас вместе с этим магазином, который располагается на Гагаринах, 20 вам продемонстрируем, что такое рыбалка. Потому что вокруг города Магнитогорска очень-очень много озер. Кстати, насчет цены. Вот. Есть такая штука. Вы понимаете, почему хорошо вот это небольшое место, да? Потому что, в принципе, все есть в наличии, да? Но если вы что-то захотели бы, представляете, да? Вот если бы они захотели сюда привезти все лодочки, представляете? Ну, это было бы все в лодках. Оно вам нужно? То есть, какой смысл? Гораздо площадь переплатить, заказав. Потому что, ну, что такое заказ? Лодка из Уфы доедет буквально завтра. Как только вы здесь проплатите. Приедет завтра, и вы даже денег не переплатите. Но цена-то будет дешевле. То есть, понятен результат. Если вы хотите лодку, проще прийти сюда, посмотреть, заказать. И скоро она приедет. Ну, так вот. Вы сюда приходите и все получаете. И мало того, получаете не только на лето, и на зиму в том числе. Мероприятие недавно начало здесь работать. По одной простой причине. Два месяца назад здесь ничего не было. Ничего не было. Но сегодня, сейчас мы вам показываем, как на проспекте Гагарина 20 замечательное, замечательное, клевое место. Кстати, клевое место должно быть не только клевое в качестве рыбалки. Сюда не должна зарасти ваша народная тропа. Потому что, по сути, мы вам показываем сверх дешевые и сверх грамотные цены. Я не объясняю, где-то там что-то еще находиться. Какой смысл, когда прямо в городе есть то, что вам нужно?